Бутовский полигон – крупнейшее место массовых расстрелов и захоронений, жертв репрессий 20 века. Только в период с августа 1937 года по октябрь 1938 здесь было расстреляно 20 761 человек. Пострадавшие – это мужчины и женщины в возрасте от 13 до 82 лет, представители 73 национальностей, всех вероисповеданий и сословий. Но большинство из них – простые рабочие и крестьяне, в основном жители Москвы и Подмосковья. Около тысячи человек, похороненных на полигоне, пострадали за православную веру. Триста из них прославлены в лике святых. Ежегодно Святейший Патриарх Московский в Сеаруси совершает в память об этих людях божественную литургию. 10 мая, в преддверии Дня памяти Собора новомучеников, пострадавших в Бутове, который празднуется ежегодно в 4-ю субботу по Пасхе, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Видновский край. По традиции Патриарх совершил служение божественной литургии. Под открытым небом молились священнослужители, настоятельницы, насельницы женских монастырей, паломники из Москвы и Московской области, прихожане, пел хор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Бутовский полигон уникален по числу прославленных святых, чьи мощи покоятся в одном месте. К настоящему времени установлены имена около тысячи священнослужителей и мирян, расстрелянных в Бутове. Из них несколько сотен человек причислены к лику святых. Смотря на график расстрела, которые происходили здесь, на этом месте, в 1937-1938 году, конечно, мурашки по коже, какие бесчинства творились в те годы. И сегодня надаем день памяти тех погибших. И мы должны помнить эти дни для того, чтобы больше, конечно, таких никогда в жизни не повторялось ситуации. По завершении литургии святейший патриарх совершил молебен святым новомученикам и исповедникам Церкви Русской и за упокойную службу о всех, кто погиб и погребен на Бутовском полигоне. Памятный торжественный и скорбный день действительно стал очень значимым не только для Русской Православной Церкви, но и для всего российского народа. Так считает и верующая Светлана, которая приехала на службу вместе с детьми. Память тем, кто был здесь уничтожен, и патриотизм, детей с собой тоже привожу, чтобы они знали, что это наша история, пусть она такая печальная, со слезами, но это тоже часть нашей жизни, нашей веры, культуры, поэтому неприемлемое участие, обязательно. Святое и одновременно трагическое место. Ежегодно посещают тысячи людей, чтобы поклониться погибшим, близким и чужим. У меня похоронен здесь дед, вернее, невинно убиенный, священный служитель. Его звали по церковному Симеону, соломщик Симеону. Служил он в Москве, на Большой Ордынке, в Иверской Церкви Божьей, икону Божьей Матери. «Чёрной полосой» прошли через жизнь многих людей события тех лет. Но мы не вправе зачеркнуть горькие страницы прошлого. Только хочется верить, что они больше никогда не повторятся.